Здравствуйте! На первом канале выборные дебаты. У нас в студии кандидаты в президенты России Геннадий Зюганов и Михаил Прохоров. Участники дебатов сами выбрали тему сегодняшней дискуссии. Это национальная идея России. В первой части программы на вопросы своего оппонента отвечает Геннадий Андреевич Зюганов. Михаил Дмитриевич, пожалуйста, ваши вопросы. Геннадий Андреевич, я прекрасно понимаю, насколько вам стыдно за то, что вы за 70 лет вместе со своими предшественниками сделали со страной, а также в последние 20 лет. Подумайте, когда приезжаешь в Европу, как люди берегут свою семейную реликвию. У них есть по 500 лет, что они передают от отца к сыну. Они это берегут. Вы оборвали ход истории. Вы убили русского мужика, русскую крестьянскую семью. Вы убили работника, вы убили хозяина. Больше на земле некому работать. Вы развязали братоубийственную войну. И сейчас нам очень тяжело. И уже 20 лет мы пытаемся нашу страну поднять с колен. Лучшее, что вы можете сделать, уйдите, не мешайте нам строить новую страну. Мой вопрос. Какое моральное право мы имеете предлагать новую идею для нашей новой страны? Господин Прохоров, с таким ростом не следует хамить, пока вы в политике новичок, у которого даже единственную маленькую партию и то, как половичок, вырвали из-под ног. Потому что вы являетесь сотрудником Кремлевской администрации, а меня Кремль сносит. Да слушайте, ваш Кремль назначил сначала олигархом, теперь вас назначил кандидатом. Под вас даже зачистили Явлинского. Если бы я был бы Кремлевский агент, как вы говорите, я с вами в Думе бы сейчас сидел. Вы полтора часа в прошлый раз вместе с Жириновским убили это время, не дав возможности людям порассуждать. Давайте вернемся к национальной идее. Сегодня на просторах России осталось 2% населения планеты, но треть ресурсов главных. Поэтому главная национальная идея это сбережение народа, его качественное образование, хорошее здоровье и нормальная достойная работа, зарплаты, пенсии, стипендии и всем остальным. Для этого надо решать, для этого надо решать, вы задали вопрос, вы слушаетесь, вам даже не хватает так дослушать. Для этого надо качественно иную политику, иную команду. Поэтому вы предлагаете олигархический, спекулятивный капитализм, я предлагаю двигаться к справедливости и социализму. Суть национальной идеи, которую вы, к сожалению, и не выяснили. Она родилась в веках, муках, борениях, победах. Ее составляют 4 компонента. Первый – сильное государство, второе – справедливость, третье – высокая духовность и четвертое – чувство локтя и коллективизма. То, что предлагает либеральная идея, убивает первое, второе, третье и четвертое и сталкивает уже поклонную и болотную. В результате получим вновь растерзанную страну. Но если мы завтра не изменим курс и не создадим реальные возможности для возрождения страны, послезавтра, уверяю вас, как только подточат и вернут наш ядерный зуб, нас разорвут гораздо круче, чем Югославию, Ирак и Ливию вместе взятых. Поэтому я вам предлагаю вернуться на сегодняшнюю землю. Несмотря на то, что вы захапали миллиарды и сегодня хамите, давайте вернемся к национальной идее и попробуем ответить хотя бы на некоторые вопросы. Вы ответите на один вопрос. Вы имеете моральное право? Имею полное моральное право. Не имеете. Никого не грабил, никого не раскулачивал, ничто не преусваивал. Вы погубили 50 миллионов человек, наших граждан. Вы погубили коммунисты. Нет, нет, самое... Это вы сделали. Успокой его, он пришел и дискутирует о коме. Если вы пришли сюда, давайте... Из-за того, что вы сделали за 70 лет. Господин Прохоров. Давайте вы будете задавать вопросы, Геннадий Андреевич. Я прошу прощения. Прошу прощения. Вы будете отвечать на вопросы, а Михаил Дмитриевич будет их задавать, и так будет четче. Он задает вопросы, он не хочет слушать. Если такую дискуссию, дайте ему 15 минут. Пусть он скажет все, что он думает о стране, о народе, о своих наворованных миллиардах. Оставьте мне 15 минут, и я отвечу гражданам, что можно сегодня сделать для того, чтобы поправить ситуацию миром, добром и восстановить элементарную справедливость в стране. Михаил Дмитриевич, ваш вопрос. Ответьте на вопрос. Вы так и не ответили на вопрос. Откуда у вас это моральное право после того, что вы сделали? Вы коммунисты. Вы не отвечаете на прямой вопрос. Да слушайте, я верен своей стране, своему знамени. Я присягал к красному знамени и служил в армии. Я работал много лет в университете и сегодня продолжаю работать. Это ваша биография хорошо известна. Но если вам известно, вот все ваши проделки. Глобальное порабощение России нашими миллиардерами и жуликами, которые сегодня разворовывают страну. Вы сказали, что красные директора бросили предприятие. Конечно, бросили. Что ж вы не подобрали, сделала рядом. Вы забрали золотой клондайк и на этом наживаетесь. Вы продали весь кобальт американцам. И сегодня невозможно делать наши ракеты. Все, что наша страна не отдала частному сектору, все потеряно. Какой частный сектор? Они просто вымерли. Вы бросили фабрики и заводы. Вы их бросили. То, что отдали. 70 предприятий вы угробили. Вы пришли не динкутировать. Вы их бросили. Вы пришли хамить всей стране. Мы кормили людей. Мы платили со счетов предприятия заработную плату бюджетникам, врачам, учителям. Да, это было не по закону, но вы отказались от социальной сферы. Вы задавайте вопросы. Мы ее взяли. Ваш вопрос в чем заключается? Как вы собираетесь строить новую страну? Почему вы нас все время тянете в прошлое? Прошлого ни один человек еще не вернул. Нам нужна новая страна. Как вы собираетесь нас в прошлое вернуть? У вас план большевиков? Сейчас у вас национализация. Вы у вас всех все отнимете. Потом посадите всех на соловки. А зато в 37-й год... Вы еще не иссякли, нет? Я нет. Нет. Не надо нас вести в 37-й год. Не иссякли? Ваш план, расскажите. Какой ваш план развития страны? Вы тогда слушайте внимательно. Я очень внимательно слушаю. Слушайте внимательно. Наш план на выборах 4 декабря поддержала треть граждан страны. От Владивостока до Пскова мы выиграли у Единой России а ваша партия вообще не попала на выборах. И сдали все парламенты Единой России. Наш план поддержали все наукограды и дальше будут поддерживать. Нашу программу в этот раз поддержит большинство в стране. А вам, как ушей, не видать президентского поста. Потому что вас назначили сначала миллиардером, теперь вас назначили хамить здесь всей стране, в том числе и в глазах моих избирателей, которые прекрасно понимают. Вы не научились ни слушать, ни понимать граждан страны. И сейчас продолжаете просто хамить бессовестно и беспардонно. Зачем вы пришли на эти выборы? У вас нет ничего для политики. Вы даже в 47 лет семью не создали, не выполнили главную заповедь природы, не родили никого. А здесь еще поучаете и тыкайте носом 37-й год. Вы устроили за последние годы не 37-й год, а гораздо хуже. Вы ответите на вопрос. Я ответил. Мы с нашей командой. Вы хамите не только мне. Вы хамите Нобелевску лауреату, который сейчас подготовил программу образования для всех и подъем науки. Вы хамите адмирану Камоедову, который подготовил программу возрождения нашей армии. Я с удовольствием возьму свое правительство. С удовольствием возьму. Вы даже не умеете нормальный служить. Коммунисты, которым вы запудрили все мозги. Кто вас научил так хамить? Посмотрите, Жерес Алферов, его лучшие ученики работают со мной, мои партнеры. Я не знаю, что он работает. Видимо, с вами тогда жульничают вместе и продают страну. Ну, конечно. По дешевке и за нормальную. Расскажите свою старую пластинку. Я не знаю. Я знаю, что Жерес Алферов свою половину капитала отдал для подготовки детской, молодежной, математической, физической школы. Я каждый год трачу больше 100 миллионов долларов на благотворительность. Тем, кому вы не помогаете. Господа, давайте вернемся к предвыборным дебатам. У нас тема национальной идеи России. Михаил Дмитриевич, пожалуйста, ваш вопрос к Геннадию Андреевичу. У Михаила Дмитриевича не желает обсуждать тему на суде. Геннадий Андреевич, расскажите, как вы будете осваивать нашу страну. Вы говорите про рабочие места, конкретные проекты, какие вы будете делать. Конкретные проекты. Первый проект. Народные предприятия. Народные предприятия... Это что такое? А вот вы даже не знаете. Кстати, мы внесли этот закон, великолепно прошел. Приглашаю вас в наше народное предприятие. Называется объединение Звениговское. Входит в десятку лучших хозяйств. Это хозяйство на Волге. Можете поехать, но нас обжает отборным продовольствием шесть регионов России. Мне в десятку недостаточно. Я предлагаю вам поехать. Мне интересует только первое место. Только первое место. Как и для нашей страны. Мы великая страна. У нас только первое место, а не в десятке. Я приглашаю... Следующая идея. Мы обязательно национализируем всю минеральную сырью базу. Вы захапали все основные ресурсы. Пречите это в офшорах. И выводите туда свои счета. Все это вы вернете в страну. Верну полностью все ресурсы финансовые. И 500 миллиардов. И 300 миллиардов вложу в реальный сектор производства. Это начнет работать. Отличный. У нас 10 миллионов акционеров, людей, тружеников, которые вложили свои деньги в крупнейшие предприятия. Вот вы их и обворуете. Кстати, среди них много коммунистов. Вы их обворуете, Геннадий Андреевич. Обворуете 10 миллионов человек. Они вкладывали потом и кровью заработанные деньги. Вы оборвали 140 миллионов человек. Не надо. Это вы бросили в страну. А мы ее стали поднимать. Вернуть и вложить в народное образование, в медицину, в науку. Мы бы хоть бы извинились перед страной. Извинились бы перед страной. Вы сегодня ввели прожиточный минимум 6-7 тысяч. У нас он будет 15-17. Бюджетник будет получать минимум 25-30. Как вы заработаете деньги? У нас будет работать все производство. Это расходы и недоходы. Хватит обманывать людей. Хватит. У нас все работает. Какие еще вопросы, Геннадий Андреевич? Геннадий Андреевич, конкретно расскажите. Он свои 15 минут отговорил. Как вы? Прошу его удалить из аудитории, а я отвечу на вопрос. Как вы? Конкретные проекты, какие вы будете делать в нашей стране? Конкретно? Абсолютно конкретные. Восстановим все станкостроение, робототехнику. Как? У нас готова программа подъема тракторно-машинстроения и решения целых других задач. Абсолютно конкретно. Приглашаю вас на наше слушание выводить все эти проекты. Мы подготовили программу «Жилой дом», который будет доступен каждому человеку. Реформа ЖКХ. Как вы ее будете делать? Четыре пункта? Очень просто будем проводить. Мы будем вкладывать минимум 450 миллиардов в поддержку жилищно-коммунального хозяйства. А никак сегодня в три раза меньше. Коммунальная квартплата не будет превышать 10%. А вы сегодня ободрали всех. 10% семейного дохода. Мы все сделаем, чтобы киловатт-час стоил в три раза меньше. А никак вы сегодня задрали больше, чем во всей Европе и в Америке. Вы задрали. Вы сидели 20 лет в государственном доме. И ваш Путин, против которого вы поддерживаете активность. Вы поддерживали это правительство. И в 90-е годы голосовали за все бюджеты. Все бюджеты голосовали за бюджет 98-го года. Когда был кризис? Посмотрите. Вы будете вести диалог или хамить будете дальше? Я веду. Я ничего не хамлю. Вы хамите. У вас есть возможность, наверное, еще один вопрос задать, Михаил Дмитриевич? Потому что время подходит. Я не хочу отвечать на вопросы этого господина. Последний вопрос. Он просто хам закончен. Последний вопрос. Законченный хам. Вы, как Жириновский, постоянно говорите про русских и про бедных. Постоянно говорите об этом. Потому что вам не нужны богатые и счастливые граждане. За вас они голосовать не будут. Такие, как вы, не нужны абсолютно. Мы их выгодим в любом случае. А я и вам найду рабочее место. Не нужно мне вашего рабочего места. Стану президентом. Я без вас найдусь. Не нужно рабочее место. В чем вопрос, Михаил Дмитриевич? Как вы будете решать национальный вопрос? Вы не слушаете. Нет смысла вам отвечать. Вы просто хам. Да вы не мне отвечаете. Я и просто хам. Вы не слушаете. Мы решим национальный вопрос. Вы же телезрителям отвечаете в данном случае. Вы отвечаете в данном случае телезрителям. Им интересно. Тогда попросите, чтобы этот хам не перебивал вас. Михаил Дмитриевич, 40 секунд есть на то, чтобы... Я впервые участвую в дебатах, где довольно высокий человек так гнусно себя и подло ведет. На первом телеканале. Что касается русских, оказался самым разделенным народом. Это ваша политика привела к тому, что нет даже дружбы между Россией, Белоруссией и Украиной. Это вы все сделали для того, чтобы обобрать русских. Русские получают жалкие 10-15 тысяч и ущемлены во всех правах. Это вы все отдали банкирам, с которыми русские ничего не имеют общего. Это вы вывели все счета за рубеж и угнали туда миллиарды денег. Это вы сделали так, что каждая русская область два-три раза вымирает быстрее, чем все остальные. Геннадий Андреевич, спасибо большое. Которые, по сути дела, губят страну. Я вынужден вас прервать и сказать, что сейчас у вас есть возможность задать все вопросы, которые вы считаете нужным, кандидату в президенты Михаилу Прохорову. Пожалуйста. Пожалуйста, Михаил Милович. Михаил Милович, как случилось, что вы вдруг появились на политической арене и вам Крем предложил возглавить партию. И потом, как только стукнули ножкой, через три недели у вас отняли эту партию. Потом посчитал Кремле о том, что надо на правый фланг посадить современного лебедя для того, чтобы обмануть граждан. И сделали из вас кандидата. И одновременно, чтобы вам передать по возможности больше голосов, вытащили на все телеканалы, научили хамить и одновременно зачистили правый фланг от Явлинского, который гораздо достойнее и на порядок грамотнее, чем вы. Каким образом вы вдруг появились на политической арене и ведете вот так хамовато, когда вся страна прекрасно знает, что вы нажили свои капиталы, перекачав с государственного счета 300 миллионов, захватив эту собственность и потом за счет высоких цен баснословно обогатились. Но попрятали все свои счета в офшорах и одновременно продали стратегии Кобальт американцам на 10 лет вперед. И мы вынуждены сегодня покупать у американцев Кобальт, который крайне необходим для производства самолетов, ракет и сложных приборов. Каким образом это случилось и кто дал вам такое поручение и задание? Дмитрий Андреевич, я сын своих родителей. Мои родители меня все воспитывали. Принимай все решения самостоятельно и отвечай. Я осознанно пошел в политику. Потому что работая в бизнесе, я больше не могу помогать своей стране. А я хочу сделать большего. Я хочу, чтобы вся страна жила так, как живут сотрудники моих предприятий. Которая получает самую высокую заработную плату. Поэтому я принял решение возглавить правую партию. А вы вместе с Жириновским и Смироновым, будучи сотрудниками администрации президента, уговорили там или поговорили с кем-то. Меня снесли с партии. Рейдерским захватом. Но если вас в паршивенькой партии снесли, куда вы лезете президент? Паршивенька это ваша партия. У меня в партию отнимали 20 лет, запрещали, судили, пугали. Но меня сбить нельзя. Если я решил пойти в политику, я иду до конца. Поэтому я принял решение пойти на выборы президента. Для того, чтобы такие кандидаты, как вы, больше не были. Вторыми. Никогда вы не будете президентом. Потому что вы вечные вторые. Поэтому моя задача сделать так, что в нашей стране были счастливые дети. Хорошая работа у их родителей и у стариков достойная зарплата. И для этого нужно осваивать нашу страну. Нужны конкретные проекты. Эти проекты следующие. Да, проекты грабежа страны и природных ресурсов. Второй вопрос. Принадлежат всему народу. Но частный бизнес управляет лучше, чем вы. Вот поддержите тогда национализацию минеральной сырьевой базы. И тогда они будут принадлежать всему народу. А сейчас из 10 тысяч приисков всего 416 народу. А доходы олигархии за счет нет. В 400 раз выше. Вот тогда будет. Но это не готово. Самая высокая расплата наших граждан. В чем ваш там предприятие? Вопрос вам следующий. Вот если бы здесь стоял господин Путин, который вас назначил в качестве кандидата. Ну или Ельцин, который отдал вам миллиарды украденные у граждан страны. На моем месте стоял. Не, не. Ну не на вашем. На вашем. Вот здесь напротив. Какой бы вопрос вы задали Путину? Если бы я бы хотел, чтобы он ответил на следующий вопрос. Почему назначая вас, одновременно сохраняет министром барона Сердюкова, от которого тошнит всей армии? Почему господин Фурсенко 9-й год издевается над образованием, превращая его в мартышку, разрушая русскую и советскую школу? Геннадий Андреевич, это вопрос к Прохорову или Путину? Нет, это к господину Прохорову. Почему вы выполняете его поручение дьяв президенты и ни разу рот не открыли против его министра и этой разрушительной политики? Вот сегодня он выступает относительно коррупции, как будто он вчера прибыл в страну и первый раз увидел. При нем она расцвела страшным цветом. И почему он собирается реформировать политическую систему, которая почти 10 лет гробил от начала до конца? Вот каким образом вы согласились выполнять поручение, ни разу не осудив эту разрушительную политику? Вы, по сути дела, солидарны и одновременно заявили, что 2 миллиардера возглавят страну Прохоров и Ходорковский. Каким образом в странах, где 80% граждан получают доход от 4 до 15-17 тысяч и платят жуткую плату за коммуналку и квартплату, каким образом она может поддержать таких жуликов, которые не в состоянии даже вести нормальное дело? Пожалуйста, Михаил Ильич, отвечайте. Управление страной должны прийти успешные люди, у которых все есть. Ну какие успешные люди? Вы успешные грабители и не более того. Они те, которые 20 лет просиживали в дури и тратили народные деньги ни про что. Только мы можем поднять нашу страну. Ну позовите, что вы подняли. А теперь по поводу Путина. Вы захапали могучий завод. Я хотел бы... Вы же хотите ответ на вопрос? Геннадий Андреевич, давайте услышим ответ на ваш вопрос. Здесь стоит Владимир Путин. У меня к нему один вопрос. Какой? Вы 12 лет находитесь у власти. Может быть хватит? Дайте дорогу молодым. Мы поднимем нашу страну и сделаем ее такой страной, чтобы не только наши граждане гордились бы, а чтобы остальные страны стали в очереди, чтобы приехать и жить в нашей стране. Это очень важно. И я знаю, как это делать. Тогда еще один вопрос. Вот насчет приехали и подняли страну. За три года из страны выгнали вы и ваши компаньоны 300 миллиардов долларов. Убежала из страны капитал. В это время красный коммунистический Китай привезли примерно столько же. И Китай занял второе место, стал великой державой. Вы толкуете насчет молодых. Что касается китайского чуда, авторами является Дэн Сяпин. Он его предложил, когда ему было 73 года, и его дважды ссылали в ссылку. Если посмотреть, кто вытаскивал после молодых Чубайса и Кириенко, которым по 37 лет было после дефолта и полной распродажи страны, то вытаскивали Примаков, Ерайщенко и Мышлюков, которым было за 60. А если посмотреть, кто раздолбил Гитлера, кстати, Гитлер и Наполеон были в вашем возрасте, оба плохо кончили. Кто их раздолбил Сталин, Рузвельт и Черчилль. Им было за 60, а Черчиллю под 70. В чем вопрос, Геннадий Андреевич? Вы каких молодых имеете в виду? Кириенко, Чубайса, Гитлера, еще кого имеете в виду? Я имею в виду молодежи, которые сейчас 20-30 лет. Ну какой молодежи? Вы назовите свою команду. Команду назовите свою. Павел, пожалуйста. Ученик Жиря Салферова. Но он к вам никогда не пойдет. Таким он со мной работает. И хамом он работать никогда не будет. Он мой партнер на моем предприятии. Никогда не будет. Никогда он с таким науне будет работать. Мы держим 10% рынка светодиодов. Это конкретно. Да какие светодиоды? Какие? Наши светодиоды. Лампочку отказались, испугались брать. Испугались. Испугались. Так и скажите. Я крупнейший налогоплательщик страны. У меня сдекларировано 115 миллиардов. А вы платите с захапанной собственностью страны крупнейший налогоплательщик. Я ничего не капал. Вы бросили заводы. Единственный миллиардер в мире, который платит подоходный налог 13%. Испугались и сбежали в Думу от решения конкретных насущных проблем. Мы пришли брать заводы, где люди не получали год зарплату. Города замерзали. Жрать было нечего. Нечего было жрать. Мы и не вы. Вы в Думе сидели и все рассказывали сказки. Вот это конкретный результат. По поводу Китая. Про китайское чудо вы говорите? Да. Какие социалистические приемчики придумали китайцы? Они вводят капитализм, частную инициативу. А вы хотите все отобрать. Забрать заводы, фабрики, дома, гаражи, участки. Отбирать. Вот у вас отберем, это точно. Ничего вы мне не отберете. Отберем, спокойно проведем национализацию. Будете меня как работа в сеть в Думе референдум. Вот так вы будете. 98 места проголосуют. Вот так вы будете рассуждать. Господа, пожалуйста. Еще один вопрос. Ну вы хотите на ее автомобиле въехать ее президентом, ее крем, чтобы страна епнулась. Ну сделайте хоть одну приличную машину. Договоритесь с немцами, японцами, корейцами. Советская страна перед войной 6 тысяч заводов изготовила лучшие машины, самолеты. Победила. Прорвалась космос. Создала подводный флот не хуже американского. Создала ракетно-ядерный паритет. Вы на всем этом паразитируете. Сейчас что-то обещаете. Не хотите даже платить нормальные налоги. Вот сейчас заявите стране, что я заплачу прогрессивную шкалу подоходного налога вплоть до 40%. Вы же платите 13, а с дивидендов 9. Нигде в мире ни один миллиардер не имеет таких налогов везде. Платит на порядок больше. Почему вы мало того, что захапали и продолжаете дальше жульничить, обманывать граждан? Пожалуйста. Через год я выпущу одну из лучших машин в мире. Это будет самая лучшая машина. И Юзюганов поедет спокойно на ее автомобиле. Мигалок не будет. Я понимаю, что вы завидуете Жайновскому, который я подарил машину. Я пришел сюда без подарка. Не волнуйтесь. В Думу обеспечим ее мобилями. Будете спокойно ездить. Все у вас будет хорошо. Будет сытая старость. Вы нам пригодитесь. Как живой пример того для нашей молодежи. Что есть люди, которые 20 лет сидели в Думе. Принимали какие-то законы. А теперь все объединяют страну в том, что у нас что-то не получается. А последствия этого это то, что вы сделали за 70 лет. Но мы с нашей страной справимся вместе с нашими гражданами. И каждый человек, который хочет работать, зарабатывать деньги и связывать судьбу нашей страной, всех обеспечим достойной работой. И для этого есть конкретные проекты. Проект номер один. Строительство нового города в Рязанской области. Для того, чтобы все транспортные потоки... Что будут делать тысячу городов, которые вымирают, где не заменили ни одного кабеля и провода. Где, по сути дела, чтобы газ подвезти, надо платить сумасшедшие деньги. Да потому что у нас нет конкуренции. Я введу конкуренцию. Разделю Газпром. Вы его поддерживаете. Геннадий Андреевич, дайте дослушаем, почему в Рязанской области. Потому что это центр европейской части. Там должен быть город Хаб, который распределяет все грузопотоки. Нужно построить дороги. Я построю до 2015 года 40 тысяч автомобильных дорог, 5 тысяч железных, 10 новых аэропортов. Это абсолютно реальность. Вы ничего не построили. Вы даже от Москвы до Питера в 700 километров одну дорогу не можете построить. Вы власть. В 90-е годы сделали ошибку. Мы ушли в бизнес и отдали вам политику. И вот к чему ваша политика привела. Теперь мы политику вам не отдадим. Мы будем контролировать все. Вас близко никто не подпустит. Ни к Думе не разбираются. Вы не способны вести диалог. Постоянно языком болтать. Они уже наились. И молодые коммунисты в согласовании за меня. Это я вам гарантирую. Геннадий Андреевич, у вас есть возможность еще вопрос задать. Пожалуй, последний. Осталась минута. Последний вопрос связан с тем. Вы сейчас пытаетесь спекулировать на русской теме. Почему вы ни разу не поддержали русского мужика, которому тяжело? Которого вы уничтожили? Почему вы плюете в русскую историю, когда советский этап является самой высокой? Почему вы не уважаете русско-ученого Ломоносова, 300 лет, которым отмечали в прошлом году, и продолжаете издеваться на странице? Почему вы не отметили русский полет, прорыв Юрия Гагарина, русского советского офицера? Почему великую советскую историю, которая спасла мир от фашизма, унизительным образом оскорбляетесь здесь, на Первом канале? Остается 15 секунд на то, чтобы ответить. Почему вы ведете, как хамский подношение гордилась не только Великой Отечественной войной и полетом Гагарина? Я хочу, чтобы мы гордились нашей страной сейчас, здесь и сейчас. За счет того, что у нас достойная жизнь наших людей. Спасибо большое. На этом время дебатов истекло. Сейчас каждый кандидат сможет еще раз обратиться к вам, уважаемые избиратели, со своим программным заявлением. Итак, на заключительное слово каждому участнику дебатов отводится 30 секунд. Геннадий Зюганов, пожалуйста, Геннадий Андреевич. Уважаемые соотечественники, вы видели поклонную и болотную. Это может закончиться большой дракой и столкновением. Мы предложили пакет законов, который отремонтирует выборное законодательство. Главное, чтобы все комиссии были сформированы на паритетных началах, тогда не будет приписок. Главное, чтобы наблюдатели не убрасывали с участков и журналисты могли спокойно работать. И главное, чтобы каждый бюллетень, достав из урны, предъявили гражданам. Тогда будет честный подсчет, тогда будет достойная власть. Я хочу попросить вас поддержать нас при принятии этих очень важных доходов уже в ближайшее время. Спасибо, Геннадий Андреевич. Сейчас заключительное слово к своим избирателям у Михаила Прохорова. Михаил Дмитриевич, пожалуйста. Дорогие друзья, давайте построим нашу новую страну. Что такое новая национальная идея? Это сытые и образованные дети. Это родители, которые имеют достойную работу. Это наши старики, которые имеют достойные пенсии. Народ-победитель заслуживает достойной жизни здесь и сейчас. И мы эту работу обязательно сделаем. Мы построим нашу новую страну, и люди в других странах будут нам завидовать. Давайте вместе построим эту страну-мечту. Спасибо большое. Время вышло. Уважаемые зрители, я напоминаю вам, что это были дебаты между кандидатами в президенты Российской Федерации Геннадием Зюгановым и Михаилом Прохоровым. Следующий раунд дебатов пройдет на Первом канале завтра в 18.15. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо большое.